Всем привет, друзья! Новый вечерний Моррис на канале! Сегодня мы расскажем вам такое сомнительное дело, как можно ли накачаться на турнике и брусьях. Многие люди спрашивают, можно ли накачаться так, как, например, Джефф Сейт, либо там Зис, который... Либо Дэвид Лейт. Факт мой сейчас миром. Вот, Дэвид Лейт, либо кто-то там. Как ты думаешь? Ну, я вам могу сказать так, ребят, даже по своему опыту. Самое важное для того, чтобы накачать мышцы, это прогрессия нагрузок. Если вы сможете делать эту прогрессию нагрузок на турнике и брусьях, то есть там подтягиваться плюс 50-60 кг, делать на брусьях, делать отжимания и ставить. Но, опять же, для меня, честно, делать отжимания с весом на спине, это изобретать велосипед, когда уже есть жимлежка. То есть намного логичнее просто пойти и делать жимлежка. Хотя, если у кого-то нет, например, денег на зал, там... Или вы живете в деревне, мы сделали свой зал, сделали турники и брусья, конечно. Но в деревне, в принципе, там можно штангу сделать, мне кажется. Ну и тоже, да, опять же, можно, если вы можете сделать... Прям нелегко. Бревна какие-нибудь взяли, там, в скаймью сделали себе и все, и погнали. Вот. Но сейчас не об этом. Например, смотрите, если вы занимаетесь со своим весом, то определенно вы не накачаете огромные мышцы, как там у Джеффа Сейда, например. Потому что нужна прогрессия нагрузок, как Санек и сказал. Если вы не будете заниматься с дополнительным весом, то ваши мышцы не будут прогрессировать. Потому что мышцам нужна постоянная нагрузка, увеличение нагрузки. И тогда они будут расти в размерах. А если вы будете просто заниматься со своим весом, то, понятно, вы будете развивать свою просто общую физическую подготовку, выносливость. И будете просто рельефным, ну, таким... У вас не будет огромных, там, грудных мышц, там, рук огромных, ног подавно там не будет вообще. Вот. Ну, то есть вы будете таким нормальным пацанчиком, который может, ну, снять футболку и ходить по пляжу. Или не будет стыдно. Ну, примерно вот таким вы будете. Но нам показывают многие, знаешь, типа, огромных воркаут-атлетов, такие здоровенные. И многие люди... Которые с руками подписаться. Да-да-да. И многие люди думают, блин, как же они так докачались. Да говорят же все, что нельзя на турниках и брусьях накачаться. А как они так накачались? А тут есть несколько вещей. Почему они так накачались? Первое, это они работают не столько со своим весом. То есть если они на видео делают там подтягивания просто со своим весом, то я уверен, без видео они делают это с дополнительным там 20, 30, 40 килограмм. Конечно, они прогрессируют и начинают расти. Ну, и так же, все равно, вы не думаете, что если человек занимается на турниках и брусьях, это не значит, что он точно так же не может ничего себе колоть. Или принимает какие-нибудь там анаболики. То есть это все равно. Если вы видите реально слишком больших и накачанных ребят, то это 100% уже использование фармакологии. Потому что вы просто посмотрите на арту. 10 лет занятий, в принципе, и он сухой. И вот то, чего он достиг, это вот норма, в принципе. Это практически предел, я думаю. Да, мне тоже так кажется, что... А вот когда вы смотрите на ребят, которые там с руками 45, с сухими, они все сухие, они заряжены, мышцы наполнены. У них огромные плечи, при том, что они... Дутые такие здоровенные плечи. Очень большие мышцы, то вам нужно использовать какую-то фармакологию. Например, там, не знаю... Что-то колоть, наверное. Что-то колоть, да. Мы не особо разбираемся, но, короче, вам нужно подколоть себе что-нибудь, чтобы немножечко раздуться. Потому что гормоны ваши изначально, организм, они не дадут вам просто стать на этот уровень. То есть невозможно при уровне гормонов вот таким иметь вот такие вот руки. Потому что тупо натурально ни один человек не может иметь шарообразные мышцы, как многие атлеты себя показывают. Там, вы не знаете, огромнейшие вот такие плечи, как шары, блин, грудные здоровенные, прессах прям вот так выпирает, блин. Они тренируются только на труниках и брусьях два года. Да, 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 и они такие, блин, я на трунике и брусьях накачался. А как мы знаем, многие атлеты любят впаривать, что они натуралы, но они совсем не натуралы. Мы с Саньком натуралы, мы дрыщи, мы об этом 100% говорим, но псевдо-натуралы говорят, что они типа красавчики такие, они на трунике и брусьях накачались, они жмут даже в зале. Они никогда в зале не занимались, они на трунике и брусьях, да, типа занимаются, приходят в зал и жмут 170 килограмм. Натуральщики такие. Не, ну это, конечно, такими вы не будете. Вы, скорее всего, будете либо реально сухими, вот как Артур, но при этом худыми, либо будете каченожирными, как я, но побольше. Зависят все от генетики. Если у вас, опять же, от метаболизма зависит. Но при этом, да, все равно есть там один, у меня есть реально честно знакомый, который на труниках и брусьях выглядел, ну такой, там не 45 руки, там может быть руки 39, ну где-то как у Артура тоже. И у него тело достаточно такое, он весь, как я, как бы, ну такой достаточно здоровый и сухой при этом. Ну вот такой просто вот один. Можно развить силу? Силу реально, да. Силу можно развить. Силу очень сильную. Примерно там очень много атлетов таких, я не знаю, Кобелев тот же самый, да? Да, то есть там... Он там не жрет никакие стероиды на массу, но он капец какой сильный. Там все же опять зависит от связок там. Мы не знаем, мы не можем говорить, употребляет ли он какую-то фарму там на увеличение силы, но факт есть факт, он нереально сильный. Нереально сильный, да. Вот. Силу можно развить, но большую мощную массу вы, естественно, не разовьете без употребления стероидов, потому что стероиды – это стимулятор для роста мышц. Ну да, поэтому я бы вам посоветовал, честно, концентрироваться на навыках. То есть либо на выносливости, либо реально на силе конкретно, и либо на навыках, потому что конкретно вот внешний вид очень сильно зависит от гормонального фона, а его вы большого не сделаете без, просто без фармакологии. Ну, короче, можете примерно выглядеть, как я вот так. Ну, то же самое вот я. Да, да. Вы смотрите на меня, я там жму сотку нормально, там 120 могу на раз сделать, но как бы я не выгляжу таким прям качком. Да. Вот и все, ребята. Ну, то есть просто вся правда такая. Не обижайтесь на правду, ребята. Да, все пишут, там потом начинают без работы, фигня, вот и он, если ты 20 лет будешь заниматься, неважно, сколько лет ты будешь заниматься, есть у тебя вот такой вот уровень гормонов, ты будешь в него не применять. Даже если ты занимаешься 20 лет, если ты там, например, забросил, не знаю, на 2 месяца тренировку, ты потеряешь все свои навыки нафиг, потом заново все восстанавливается. Это будет, естественно, быстрее восстановление идти, но ты, блин, все равно потеряешь навыки. Как многие говорят, знаешь, ты 20 лет занимаешься, слабее того, блин, ну, потому что он не занимался, наверное, полгода до этого, поэтому и слабее. То самое можно посмотреть на ребят, если вы хотите реально узнать правду, вы можете даже логически подумать, почему тогда вот эти профессиональные бодибилды при употреблении стероидов, при тренировках по 20-30 лет. Ну вот я, допустим, ни одного бицепса не видел 80 сантиметров. Я видел 50, видел 55 и даже там 60, но даже чтобы 70 или 75 было чисто вот таких сухих мышечных, почему-то я не видел. Генетические пределы. Просто это уже все, всему есть пределы, то же самое даже в стероидах бы все равно выше головы не придется. Даже если эктоморф будет колоссом, он огромным не станет, например, как какой-нибудь мезоморф. Ну да, да, конечно. То есть для эктоморф будет он тоже такой, ну, будет крупный такой, мощный, рельефный, но огромным он там, как, не знаю, коллим он не будет, блин, это пипец, невозможно. Вот, для вообще бодибилдинга нужна определенная фигура, желательно это быть мезоморфом. Вот это прирожденный бодибилдинг. Желательно, чтобы иметь низкий рост достаточно, хорошее терпение, вот и куча связки. Потому что фармакология вам даст мышцы и силу, но ни одна фарма в мире не растит именно связки. Юрку Спасококотского, видели, блин, вот такие бицепсы, и это не от того, что он их не качает, блин, это все генетическая особенность. Да, поэтому во многом зависит вот ваш бодибилдинг от генетики. Если вы хотите быть крутым там, то попросите маму родить вас в красивой форме. Да, изначально. Изначально. Родитесь раньше, чего порезать. Да, где-то. Так что, если вы хотите, вы можете заниматься на турниках и брусьях. Если у вас цель все-таки увеличить мышцы, не стать там таким, как Джефф Сайт или какой-нибудь Ронни Колман. Лучше в Зальчик. Тогда идите в Зальчик, конечно. И кушайте больше. Ну, как бы без добавок, без здоровья, без здоровья, но вы можете стать реально сильным и на турниках и брусьях, потому что я знаю ребят, которые очень-очень сильные, просто занимаясь только турниками и брусьями. Да, силу развить можно, это тренировки, навыки. То же самое наоборот. А так, большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на наши инстаграмчики, вот тут где-то будут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Всем спасибо.